Всем привет! Сегодня необычный выпуск, поговорим о мониторах, а если точнее, то о быстрых игровых мониторах. Немного разберёмся в важных параметрах этого неотъемлемого инструмента настоящего киберспортсмена. Сравним популярные модели с частотой обновления 75, 144, 240 и даже 280 Гц. К нам в руки ненадолго попал монитор Asus TUF Gaming VG279QM. Примечателен он матрицей из нового поколения быстрых IPS с частотой обновления до 280 Гц. Компанию ему в сравнении составят 240 Гц монитор с TN матрицей LG 27JK750F, тоже 27 дюймов и Full HD, также участвует монитор с популярной 144 Гц матрицей от AUO Acer Nitro VG270UPB и проверенный временем долгожитель с разверткой 75 Гц, но тоже на IPS-матрице LG 34UM68P. Естественно, когда разговор заходит о мониторах с высокой частотой обновления, то подразумевается игровое использование в подавляющем числе случаев. Моментально всплывают увещевания о возросшем в разыскеле домашнего киберспортсмена при переходе с медленной матрицы на быструю. Если попытаться осознать математически в чём причина такого роста мастерства, то кроме более быстрого вывода актуальной информации на экран, в голову ничего не приходит. Объяснение логичное. Положение движущегося объекта может успеть измениться за время обновления картинки на мониторе. Большее значение числа обновления в секунду позволяет видеть картинку ближе к актуальной. Наверняка это может помочь при ожидании через оптический прицел пробегающего врага в узкой щёлке на расстоянии или при резком появлении супостаты из-за угла. Но такие рассуждения разбиваются о научные факты. В среднее время реакции человека на световые раздражители, а картинка на мониторе к таким относится, больше 100 миллисекунд. У тренированного геймера её можно считать меньшей. Но даже если взять значение в 3 раза ниже среднего, то есть 30 миллисекунд. Игры с частотой развертки не должны оказывать влияния именно на качественную разницу во времени реакции на происходящее в мониторе. Возможно, просто уровень нашего мастерства в играх не дорос до понимания обратного. Но ведь каждый первый пользователь геймерского монитора расскажет о плавности и божественной чёткости всего происходящего и о полном отсутствии желания пересаживаться за монитор с частотой обновлений ниже 100 Гц. А про 60 Гц лучше и вообще не напоминать. Именно так. Разница в ощущениях заметнее всего при смене 144 Гц и больше на 75 Гц и менее монитор. Или наоборот. Высокая частота обновления экрана приносит более высокий комфорт при работе за компьютером, и отсутствие этой прибавки к комфорту может вызвать раздражительную реакцию. А она снизит концентрацию и драматически отзовётся в результатах соревновательного матча в игре. Это объяснение разницы скиллов гораздо больше похоже на правду. Конечно, если не учитывать совсем не подходящие для активных игр панели с ужасными смазами картинки, остатками изображения предыдущего кадра. Вот про эти самые смазы в движении и поговорим в первую очередь. В комфорт использования они вносят самый большой вклад. Производители мониторов для обозначения скорости отклика матрицы чаще всего используют GTG, грей-то-грей, время переключения отдельного пикселя от серого к серому. Достоверность этого значения стоит принимать скептически. Нередко используются разные методики подсчёта и параметры того самого серого. В любом случае в предназначенных игрокам мониторах GTG давно уже около 1 мс или даже меньше. Параметр этот имеет смысл, но длину смазов движущегося объекта на мониторе с его помощью не определить. Гораздо понятнее в этом плане MPRT, Motion Picture Response Time, время существования остаточного изображения. Но такую информацию в открытом доступе найти проблематично, к тому же существуют те же проблемы с разной методикой измерения. Длина смаза напрямую зависит от частоты обновления панели монитора и уровня FPS в игре, чем быстрее поступит команда на обновление пикселя, тем раньше он обновится. Для снижения смаза в современных мониторах используется стробирование подсветки монитора, после каждого обновления подсветка отключается. Видимые смазы почти полностью исчезают, но появляется мерцание подсветки и драматически снижается яркость изображения. Яркость до нужного уровня чаще всего можно поднять в настройках монитора, а вот мерцание некоторым людям доставляет дискомфорт. Если же вы нечувствительны к такому мерцанию, считайте, что вам повезло. Монитору понадобилась бы частота обновления около 1000 Гц для достижения похожих результатов без стробирования. Интересная демонстрация эффекта смаза при слежении за движущимся объектом на экране доступна на сайте testufo.com. Если следить за движущимся инопланетянином, белые линии смазываются на медленных мониторах до состояния однородного фона. Быстрые ELT или же быстрые ЖК с включенным стробированием покажут совсем другую картину. Или другой пример. Движущееся изображение в узких линиях. Как бы за забором. Чем выше герцовка монитора, тем лучше выглядит городское фото от кубической каши на 60 Гц до вполне приличной картинки на 144 плюс герцах. Лучше всего проявляют себя быстрые ТН мониторы. Естественно, это специально подстроенные условия, но они помогают воссоздать необходимый эффект и почувствовать возможности монитора. Точное измерение MPRT это сложная процедура, требующая сложного оборудования, но есть вариант получить косвенные данные с помощью фотоаппарата. В специально сконструированном тесте с помощью камеры будем имитировать слежение глазами. Важно двигать камеру именно со скоростью движения картинки, для контроля имеются черные полосы с мигающими прямоугольниками. Если выставить выдержку на фотоаппарате длиной в 4 такта обновления монитора, то эти прямоугольники должны выстроиться в ровную вертикальную линию, каждый успеет появиться и потухнуть. Если все сделать правильно, получится имитирующий эффект смаза картинка. Провернуть руками такой фокус довольно сложно, лучше использовать специальное оборудование, но при должном старании можно получить хорошую картинку и с использованием скейта и стабилизатора. Выставляем задержку спуска и уверенно введем фотоаппарат вдоль монитора со скоростью движения инопланетян. Если все правильно, то уже через сотню попыток начнут получаться приличные кадры. Вступление получилось довольно долгим, приступим же к рассмотрению результатов. Для начала разберемся с настройками разгона матрицы, овердрайв. Изменение яркости пикселей имеет разную скорость при различных начальных и целевых значениях, с этой неравномерностью связаны некоторые типы смазывания изображения, но если кратковременно подать более высокое напряжение на пиксели, то скорость изменения яркости возрастает, уровни овердрайв как раз и задают разную прибавку в напряжении. Рассмотрим 6 вариантов настройки от 0 до 100 с шагом в 20. Увеличение напряжения заметно снижает смаз, гостинг, но значение 100 для овердрайв уже дает слишком заметные артефакты другого типа, пиксель проскакивает нужную ему яркость и после уже снижает ее до целевой. Выглядит это как свечение вокруг контура изображения. Лучше всего выглядят варианты овердрайв 60 и 80, для тестов будем использовать 60. Сразу начнём с самых быстрых мониторов. Слева 280 Гц ASUS VG279QM, овердрайв 60, справа TN-LG 240 Гц. С масс на IPS панели минимален, видимо артефакты отсутствуют. В целом TN матрица, конечно, выглядит более быстрой, но разница не кажется большой. Фото мониторов с короткой выдержкой без проводки должны дополнить результаты. На IPS матрице можно рассмотреть три дополнительные копии изображения, преследующие инопланетянина, причем на светлом фоне они менее заметны. TN матрица демонстрирует одну видимую копию и совсем малоразличимые следы второй. Видимость остаточного изображения на светлом фоне лучше. Включим стробирование подсветки, проведем съёмку с теми же параметрами. Совсем другое дело, можно сказать показательная картинка, значит в предыдущем сравнении SMAS не из-за проблем с техникой съёмки, а именно из-за особенностей работы ЖК мониторов без стробирования, так называемый Sample and Hold Blur. Изображение очень чёткое, на IPS матрице ASUS VG279QM заметны небольшие артефакты, скорее всего связанные с применяемыми настройками Overdrive, но если отвлечься от них, то скорости матрицы в таком режиме у этих двух мониторов сравнимы. Опять же заметна лучшая работа IPS на светлом фоне и TN на тёмном. Кадры с короткой выдержкой без проводки убеждают, что TN немного, но быстрее. Теперь интересное сравнение одного монитора на разной частоте обновлений. 144, 240 и 280 Гц. Настройки Overdrive одинаковые, значение 60. Во внимание стоит брать не общую чёткость картинки, она зависит от условий съёмки и длины выдержки, а на размеры видимого остаточного изображения, SMASA. Без сюрпризов, 280 Гц выглядит лучшим вариантом, 144 и 240 на удивление похожи, видимо настройки матрицы оптимизированы именно под максимальную частоту развертки. Сравним два IPS монитора с быстрыми матрицами разного поколения. Слева монитор Acer с матрицей AU Optronics, которая использовалась в большинстве игровых IPS мониторов 144 и 165 Гц в недалёком прошлом, а справа Asus VG279QM, выставлена частота обновления 144 Гц. Да уж, прогресс не стоит на месте, очевидное преимущество новинки. Стробирование подсветки доступно только на 120 Гц у монитора Acer, Asus 279QM тестировался в 144 Гц. Интересно, что у новинки от Asus в режиме 144 Гц наблюдаются артефакты овердрайв, а на 280 и 240 Гц их нет. Прошлое поколение IPS в целом справляется хорошо, но далеко не идеально, остаточные изображения хорошо заметны. Сведём результаты трёх мониторов без стробирования подсветки. Новая IPS матрица смотрится достойно и выбор TN уже не выглядит безальтернативным в качестве основы для быстрого монитора. Фиксированные кадры подтверждают приличное отставание IPS 144 Гц прошлого поколения, а я ведь считал его довольно быстрым до этого сравнения. Включение стробирования ещё больше сближает по скорости новый IPS и TN. Интересно, что кадры с проводкой и с фиксированным положением камеры, но короткой выдержкой, почти не отличаются. Это ли не подтверждение очевидных преимуществ технологий, про минусы в этот раз не говорим. Почему же в сравнениях нигде нет стричка IPS на 75 Гц? Причина сейчас будет перед вашими глазами, приготовьтесь к жесте. Естественно, слишком длинная выдержка тоже вносит свои искажения, но по характеру смаза видны все проблемы. Фиксированный кадр показывает очень чёткий остаточный кадр, да ещё и с приличным отдалением от инопланетянина. Если выбирать монитор для увлечённого киберспортсмена, то быстрый TN выглядит лидером, но новые IPS уже наступают на пятки. В качестве универсального монитора появляются шикарные альтернативы многолетним фаворитам. Новое поколение IPS-матрис хорошо во всём, может только плотность пикселей, пока не их конёк. А что же со цветопередачей? Для следующих измерений воспользуемся колориметром. В это тяжёлое время нас выручил магазин онлайн-трейд, доставив его в другой регион за сутки, да ещё и по самой низкой цене. Все IPS-мониторы обладают хорошим потенциалом калибровки для работы с цветом. Из коробки лучшие параметры оказались у старичка с 75 Гц. На удивление, неплохие показатели для TN-матрицы оказались у киберспортивного монитора LG. Естественно, для работы с цветом применить его сложно, стандартные проблемы такого типа матриц не позволят. Например, неравномерности цвета. На белой однотонной заливке это прекрасно видно. Но в полубитвы на такие мелочи внимания не обращаешь совершенно. Если сидеть ровно перед монитором и правильно настроить наклон панели, то картинка что на IPS, что на TN выглядит отлично. Но стоит отклониться от перпендикуляра, вылезают стандартные проблемы углов обзора. Это не основная точка просмотра для монитора, конечно, но кому-то может быть очень важно. Что касается равномерности подсветки, то тут всё зависит от экземпляра. В нашем Asus VG279QM проблемными оказались верхние углы. У TN от LG проблемы больше. В тесте не было быстрых VA мониторов. У них традиционно лучше равномерность подсветки, глубже чёрный, но шлейфы и смазы больше, чем у аналогичных IPS. Интересно было бы посмотреть на новые VA-подобные матрицы, но оставим это на будущее. Ещё одним аспектом комфортного геймплея является отсутствие разрывов картинки из-за рассинхронизации обновлений экрана и обновления кадра. Особо сильно этот эффект возникает на частотах обновлений ниже 100 Гц. Чем выше частота обновления, тем менее выражен этот эффект. На 280 Гц без замедленной съёмки различить разрывы уже очень трудно. На помощь пользователям приходят различные синхронизации. Vsync сразу отметаем. Например, для активного шутера он подходит мало, вмешательство в отзывчивость управления слишком большое. Другое дело, адаптивные синхронизации от AMD и Nvidia, FreeSync и G-Sync. Гораздо меньше влияют на контроль управления, но профессиональные спортсмены отказываются и от него. Важная особенность IPS нового поколения, это возможность работы адаптивной синхронизации одновременно с технологиями стробирования подсветки. До появления новинок такое было невозможно. Стоит напомнить, что для получения всех преимуществ быстрой матрицы, уровень FPS должен быть как можно ближе к текущей частоте обновления экрана, либо выше. Размытие в движении при 60 фпс без стробирования подсветки будет выглядеть приблизительно одинаково и на 60, и на 144, и даже на 280 герцовом мониторе. Подводя итог по видео. Новое поколение быстрых IPS мониторов действительно стоит того, чтобы обратить на них внимание. Это уже не тот компромиссный выбор 144-165 Гц IPS монитора, который неплох в работе с светом и не будет сильно раздражать активного игрока слишком медленной матрицей. Например, Asus TUF VG279QM не уступит быстрым ТН в играх, а в остальном он не хуже других IPS. Высокой плотностью пикселей похвастаться, конечно, не может, но есть аналогичная модель и в размере 24 дюйм. Другие производители тоже выпускают свои вариации на похожих матрицах. Если вы сильный киберспортсмен и давно хотели обновить монитор, самое время присмотреться к новинкам. Оставляйте своё мнение в комментариях, а для вдумчивого обсуждения заходите в наш дискорд-канал. Всем удачи, пока и до новых встреч!